Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 28 по 38. Послушаем это евангельское изочало в прочтении Отца Александра. Иоанна, глава 10, стихи с 28 по 38. Иже дадим мне боли всех есть, и никто же может восхитить их от руки Отца Моего. Аз и Отец едины и сма, взяши же камень и паки иудеи, да побьют Его. Отвечай им, Иисус, много добра делая вих вам от Отца Моего, за кое их дело каменье мещете намя. Отвечаше им, Иудей, глаголюще, о добре деле каменье не мещем натя, но охуле, якот ты, человек сыт, творишь и себе Бога. Отвечае им, Иисус, несли писано в законе вашем, а зрях Бози исте, ащи он их рече богов, к ним же слово Божие бысть, и не может разориться Писание. Его же Отец святи и посла в мир вы глаголите, якухулу глаголюше за нерех, Сын Божий есмь. Ащи не творю дела Отца Моего, не имите ми веры, ащи ли творю, ащи и мне не веруете, делом моим веруйте, да разумейте и веруйте, як во мне Отец и аз в нем. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его, и Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги. «Если он назвал Богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Изрекая верующим в Него обетование, ударование вечной жизни, а также желая показать, каких великих благ лишают себя иудеи, не желающие пойти вслед за Ним, Господь изображает положение, в котором находятся Его овцы. «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». При этом Христос отождествляет Свое попечение об овцах с попечением о них Своего Отца. «Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их, из руки Отца Моего». Александр Павлович Лопухин замечает, этим Спаситель говорит о том, что, собственно, верховным пастырем в Израиле является Отец, но действует он через Христа. Отсюда Христос делает такой вывод. «Я и Отец одно». Эти слова могут обозначать только единство Христа с Отцом по природе, по существу. Никогда ни об одном пророке не было сказано ничего подобного. Рукою Спаситель называет «власть и силу», подразумевая то, что Он и Отец одно по естеству, по существу и по власти. Конечно, иудеи поняли, что этими словами Он объявляет Себя единосущным Богу, а потому схватили каменья, чтобы побить Его. Дело в том, что по иудейскому закону за богохульство побивали камнями. Хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет Его все общество. Поэтому иудеи приготовились побить Христа камнями. Но Спаситель обезоружил их кротким вопросом. «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить Меня камнями». Неожиданность вопроса смутила иудеев и против их воли показала, что они признают величие чудес Господа. Поэтому они опустили камни и стали оправдываться, что хотят побить Его не за добрые дела, а за богохульство. На обвинение в том, что Он, будучи человеком, делает себя Богом, Спаситель ответил ссылкой на слова Псалма 81-го, пророка Асафа из Писания, в истинности которого фарисеи не сомневались. «Не написано ли в законе вашем Я сказал, вы Боги». Смысл этого Псалма в том, что в нем богами названы люди, призванные творить суд и защищать слабых от посягательств сильных. Богами они названы потому, что должны быть органами божественного правосудия и проводниками правды Божьей. Борис Ильич Гладков поясняет, приведя выдержку из этого Псалма, Христос сказал, как бы так, «Вы, конечно, не решитесь обвинять псалмопевца в богохульстве, поэтому, если Он назвал богами достойных носителей божественной власти, то как же можете обвинять в богохульстве меня, назвавшего Себя Сыном Божьим и творящего дела, какие может творить только Бог». И чтобы еще более убедить слушателей в Своем божественном достоинстве, Господь указывает на Свои дела, которые дают Ему полное право требовать от иудеев совершенного доверия к Нему. «И если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Так как невозможно было видеть Его существа, то в доказательство равенства Своего могущества Он предоставляет равенство и тождество дел. Из равенства и тождества Своих дел с делами Отца, Иисус Христос доказывает Свои равенства и тождества с Отцом. Блаженный Феофилакт пишет, «Хотите ли вы, говорит, познать Мое равенство с Отцом? Равенство по существу вы не можете познать, потому что познать существо Божие невозможно, но равенство и тождество дел примите за доказательство тождества силы, ибо дела будут для вас свидетельство о Моем Божестве». И действительно, сила и милосердие Спасителя явились видимым образом во всех Его делах. И как Христос доказывает Свое посланничество от Бога божественностью своих дел, так и мы, дорогие братья и сестры, будем свидетельствовать о том, что мы Его ученики посредством наших добрых дел по отношению к ближним. Только так мы научимся любить по-настоящему, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok